Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Нашей веры, нашей молитвы И когда мы ее зажигаем, то в первую очередь мы должны вспомнить всех тех, кто погиб Кто был замучен в концлагерах Кто был невинно убиен под бомбежками вражеский самолет Поэтому будем помнить это всегда. И самое главное, чтобы в наших сердцах это была молитвенная любовь за всех наших героев на протяжении всей нашей истории, которые защищали наше Отечество, нашу Родину. День памяти и скорби установлен указом президента России от 8 июня 1996 года, как День памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России. Не было, наверное, ни одной советской семьи, в которую Великая Отечественная не принесла боль и горе, но общая беда сплотила народ. Мы помним славных защитников Родины, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла. Сегодня все слова благодарности обращены к ветеранам, подарившим нам чистое небо над головой, возможность жить и работать в свободной стране. Низкий поклон вам, победители. Ко дню памяти и скорби по всей России также приурочены перезахоронения героев, участников Великой Отечественной войны и военнослужащих Советской армии, найденных поисковыми объединениями за год. 22 июня кроме России еще более чем в 80 странах проходят акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецких фашистских захватчиков. В населенных пунктах Северского района продолжается работа выездной приемной администрации муниципалитета. На этот раз специалисты управления и ведомства разбирались на болевших вопросах жителей села Михайловского. Выездная приемная привлекла внимание ряда сельчан. Немногочисленные, но безусловно актуальные проблемы, рассмотренные на прошедшем приеме. Что касается отрасли здравоохранения, то тут жители беспокоятся отсутствием врача в селе и лекарств для льготной категории граждан. Разбирались представители районной власти в таких проблемах, как состояние дамбы, трудоустройство инвалидов и принятие на баланс газопровода. Самое основное, что было не в лаборатории сделано, еще раз повторяю, через ряд технических моментов, которые необходимо устранить. В понедельник соберемся, дорожную карту разработаем, будем двигаться. Не надо переживать, что-то остановится, газ перекроют. Не надо же об этом говорить. Стоит отметить, что работа приемной районной администрации помогла гражданам не только обратиться со своими просьбами и жалобами, но и получить конкретные результаты. Подобного рода встречи нужны поселению, потому что у многих возникают вопросы, которые необходимо объяснять населению. Вопросы, требующие детального рассмотрения, как говорится, взяты под карандаш. А это значит, что через определенное время уже глава района обязательно спросит о результатах работы. В третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают люди, давшие клятву Гиппократа. Без работников здравоохранения невозможно представить современную жизнь. Этим специалистам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть – здоровье. Наверное, нет человека, который не обращался бы за медицинской помощью. В районном Доме культуры люди в белых халатах принимали заслуженные поздравления. Когда-то вы избрали эту очень сложную профессию. Вы помогаете прийти в жизнь человеку, вы помогаете сохранить человеку здоровье. И на самом деле, выбрав эту профессию, отдав всю свою жизнь медицине, скорее всего, через много-много лет вы будете ощущать себя совершенно счастливым человеком, потому что вы понимаете, насколько важна ваша профессия. Крепкого вам здоровья, успеха, достатка, чтобы вы с большим оптимизмом, с радостью шли на работу и еще с большим удовольствием и шли домой, когда у вас приятные пациенты, которые улыбаются, заходя к вам, и вы улыбаетесь им в ответ. С праздником! Крепкого вам здоровья! Благодарственными письмами главы района наградили врачей, пельщиков, медицинских сестер, санитаров и всех тех, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья. Приятным сюрпризом для работников Азовской амбулатории стало вручение ключей от новой долгожданной машины скорой помощи. В честь праздника ведущие творческие коллективы Северского района преподнесли виновникам торжества музыкальные подарки. Наверное, трудно найти в мире профессию, от которой зависят представители всех остальных профессий, поскольку только хорошее здоровье может гарантировать успехи в любом деле. Северский район 27 июня в Станице Северской по адресу улица Комарова, 1. Краснодарская глазная клиника Нью-Вижн окажет услуги по комплексной диагностике состояния здоровья глаз на высокоточном современном оборудовании. Консультации квалифицированных специалистов. Лечение катаракты, глаукомы и глазного диабета. Использование технологии лазерной офтальмохирургии. Нью-Вижн – это современные технологии и профессиональный подход. Записаться на прием можно по телефону 8-964-929-9988.